наш эфир продолжает программы эфима фиштейна похищение европы здравствуйте эфим рад вас видеть добрый день и я вас слышать по меньшей мере пока я вас не вижу вон там маленький в уголочке посмотрите вот так вижу вашу руку вот как ну так или иначе начнем как всегда по традиции начнем с европы знаете европе столько событий что говорится руки опускаются не знаю с чего начать начну с одной новости который пока нет никакого объяснения на совсем свежая буквально сейчас какой-то назад венгрии вели чрезвычайное положение мы знаем что венгрия сама находится в каком-то чрезвычайном положении будучи так сказать анфам терибль как это говорится по-французски европы она во всем стоит на стороне своих собственных интересов не проявляя никакой солидарности причем она этой солидарности не проявляет не только с остальной европой или скажем там с ходом истории из какой-то там демократии никакие не понимать а вообще ни с кем и ни с чем что не является венгерским так вот дамы объявили чрезвычайное положение видимо в связи с наплывом беженцев с украины хотя я повторяю пока объяснение рационального не придумано венгрия ведет давний спор это спор по любому поводу в данном случае это спор по поводу того объявлять ли эмбарго на на покупку энергетического сырья из россии или не объявлять венгрия не хочет объявлять поставлять ли оружие украины или не поставлять венгрии считают что поставлять нельзя поскольку это затягивает войну естественно там где затягивается война там больше мертвых то есть крайне человеколюбивая позиция они могли бы ее применить и в случае скажем с варшавским гетто но нельзя восставать когда знаешь что могут погибнуть невинные люди погиб какой-то унтер-офицера у него дома четыре человека семья неужели эти восставшие варшавском где-то такие с такими зачерствевшими сердцами что они не понимают тяготы этого несчастного короче вы разумеется понимаете что я иронизирую но дело в том что эта логика ширится как лесной пожар это логика которая снова и снова нам доказывает что в споре между чем берлейном и черчиллем не победил черчилль как это казалось и что его наказание потом видение не избрания а в виде его отставки от власти любой а сейчас его наказание в виде снесения ему памятников на место которых ставятся какие-то совершенно сложно воспринимаемая статуи случайным людям так вот его изгнание из учебников также как изгнание с между прочим в британии скажем течер а в америке рейган все это закономерно просто человеку свойственно приспособляться к ситуации и забыть о библейском учении о том что бог не в силе но в правде и при смириться с тем что бог в общем-то в силе чья сила как говорили римляне того и право то есть того и правда по существу потому что это мы видим буквально во всем в европе слышится голоса все чаще все сильнее и все громче голоса говорящие о том ну что такое воевать до каких пор можно это терпеть украина слабее ей положено смириться с проигрышем как он будет выглядеть это второе дело но мы позаботимся дипломатическим путем начнем начнем говорить с россией о том сколько она готова взять на этот раз это очень важно на этот раз если она готова взять всего половину скажем только левобережье днепра то что же ну так нужно дать им половину они под они слегка оклемаются они видимо залижут раны и европа поможет зализывать раны скорее им чем украинцам и снова могут пуститься в следующий поход я сейчас излагаю буквально мысль которую на всемирной конференции в даосе изложил генри киссингер незабвенный хотя ему уже 90 слишком лет но он все также склонен компромиссом как и в свои молодые годы хочу напомнить тем кто забыл что он лауреат нобелевской премии мира за то что принес мир воюющий вьетнам сел за стол переговоров с представителями южного вьетнама вьетконга и северного вьетнама и договорились о чем же договорились замириться это означает что через неделю после замерения танки вьетконга вошли в сайгон бывшая его партнеры по столу переговоров киссинджера были брошены в тигриные ямы так называемые закончили жизнь удачно на плахе фактически или или там дожили свою жизнь в этих тигриных ямах и только он смог насладиться радостями нобелевской премии мира вот как выглядит мир это очень важно понять в глазах тех кто верит чемберлейну а не черчиллю так выглядит мир надо просто сдать как можно больше и не важно какова будет их судьба важно что мир лучше войны плохой мир лучше хорошей войны опять же я иронизирую для тех кто пытается всерьез это потому что были люди такие как черчилль которые своему парламенту сказали ясно у вас был выбор между позором и войной вы выбрали позор и получите войну он был прав но это же неприятная правда это совершенно неприятная правда поэтому в истории снова и снова побеждает чемберлейн вот сегодня он побеждает в старой европе это слово в данном случае нужно запомнить это старая европа сегодня сложилась странная коалиция старой европы это германия франция и италия все лидеры этих стран или бывшие лидеры этих стран склоняются к мысли о том что украине не нужно давать оружие потому что она сопротивляется слишком не цивилизованно не про европейский по европейский было бы цивилизованно сдаться без боя это вещь которую по-своему понимают чехи поскольку в свое время им эту логику предлагали но что такое но сдадим судецкую часть чехословакии потом и всю чехию сделаем из нее протектора одно мир то мир то будет а если он не получился наверное виноваты те кто недостаточно полностью отдались победителю отдались сильной стороне так той стороне на которая за собой чувствует большую силу вот вот проблема понимаете то что жители этих стран пока еще не понимает логику своих политиков старых политиков я снова повторяю это потому что это очень важно сегодня сегодня намечается некий водораздел я бы даже сказал пропасть между старой европы я назвал назвал эти страны которые с удовольствием отдадутся сильному с удовольствием и даже будут как говорится испытывать некоторую некоторое приятствие от того что их насилует сильный так вот блок этих стран сегодня в виде этих трех государств и их лидеров это очень важно понять лидеров это макрон ездок в москву бесконечный или во всяком случае любитель телефонных переговоров бесконечных результатом которых является что но мы по-прежнему ведь поддерживаем контакт с путиным говорит макрон это важно не смысл контакта не результат его а то что контакт не прерван мы все время контактируем с агрессором замечательная вещь шольц нынешний канцлер германии заменившись той же столь же леволиберальную канцлершу меркель которая специально солидарно с ним в этом вопросе шольц который на требования европарламента внести герхарда шрёдера бывшего канцлера германии санкционный список шольц ответил отказом он сказал что не годится шрёдер достаточно сказал он понес достаточное наказание тем что он вынужден был вернуться в германию из москвы понимаете среда вернулся в германию чтобы действительно не попасть под санкционный список и не лишиться своего имущества в германии это считает шольц тяжелейшим испытанием для него и он понес заслуженное наказание больше не надо говорит шольц что же происходит в самой германии происходит то что последние выборы земельные в двух самых важных потому что многочисленных многолюдных землях германии шольц с треском но просто с колоссальным с барабанным боем проиграл добившись результата в 16 15 процентов его обошли на обогнали и зеленые не говоря уже о том что вышли в лидеры сразу христианские демократы их лидер генеральный секретарь новый после меркелевской уже христианской демократии мерц сказал что шольц это позор германии из-за того что он правдами и неправдами всеми пытается как-то затянуть вопрос о поставках оружия украине которая типа в этих поставках нужна это нуждается потому что это вопрос жизни и смерти вот это немецкому бюргеру не всегда ясно хотя я повторяю политическом отношении шольц привел свою партию полному разгрому приближайших выборах она потеряет вообще все и уйдет в небытие и естественно христианские демократы поскольку они чуть правее социальных демократов они пытаются разыгрывать эту карту но в принципе разумеется это возмущение касается всех немцев достаточно сказать что в тот же самый момент когда в бундестаге закончилась по видео видео обращение владимира зеленского трагической ситуации его страны и в то же время а решимости решимости бороться до конца так вот через несколько секунд не делая перерыва и по моему на одном дыхании председатель ствующий на бундестаге перешел к пункту разное и пошли дальше дела обычная там канализация где прохудилась и так далее то есть такое непонимание непонимание трагизма ситуации непонимание того что в европе наблюдается колоссальный раскол и вы будете очень смеяться но это тот раскол который предсказывал всего лишь два-три года назад по существу два с половиной года назад предсказывал дональд трамп который говорил что возникает в европе новая европа так называемая это государство восточной европы которые еще помнят что означает это странное слово свобода они еще помнят это они не готовы и лишь трамп пытался сколотить после его ухода в отставку это идея несколько замерзла но она жива сколотить союз может быть и оборонительный восточно европейских государств сегодня намечается явно и это уже не вопрос понимаете что завтра после войны старое образование формальное распадутся ввиду своей не только не аффективности это еще куда бы ни шло не функциональности но виду свои ненужности потому что их нужно сегодня ставится под вопрос и никто не готов дать руку в огонь что они действительно зачем-то кому-то нужны на их месте образуется коалиция соглашателей готовых поступить за чужим чужой территории этого как говорят чехи из чужого человека кровь не течет так вот коалиция соглашателей и коалиция так называемой новой европы травм своем пробивал этот термин потому что он видел в нем будущее что же происходит сейчас парадокс который связан с тем что правители типа макрона они не только соглашатели но они еще и флюгеры это политики флюгеры они чувствуют куда дует ветер они поворачиваются так поэтому это был именно макрон подвергнутый за это нелицеприятные критики макрон кто сказал а зачем их брать украину ту же зачем их брать евросоюз или в нато да нет же пусть они с себе подобными образуют новые альянсы он их так и назвал в частности украина британия польша с прибалтикой вместе так он макрон обозначил возможный новый альянс и он хотя и расплатился политическими какими-то преференциями но тем не менее мне кажется он почувствовал он почувствовал ветер перемен он почувствовал что после этой войны непременно если конечно украина не будет уничтожена просто как таковая мы знаем что путинская цель это не победа идентификации где милитаризация смешно смыслом войны является полное уничтожение украины поскольку это сакральная цель это эсхатологическая сакральная война она не ведется за территории она ведется за за то чтобы остаться в жизни и в истории чем-то они исчезнут путин правильно понимает ситуацию он сказал что украина это анти россия понимаете чтобы анти россия это другая иная россия если она более правильно то тогда нет место этой россии путинской он по неправильно понимает что для него это повторяюсь каталогическая война война не просто за нынешнее существование но и за право остаться в истории добавлю что он это остро чувствует и остро проявляет из учебниц из истории из учебниц истории 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 в россии министерством образования буквально вчера или позавчера не хватайте меня за слово может быть это было позавчера изъяли вообще всякое упоминание о так называемой киевской руси поскольку никакая русь не могла быть киевская официально министерство образования объявила что это заменяется всюду просто словом русь русь понимаете другой не было никогда это была русь видимо московская верная данница и золотой орды так вот нет киевской руси уже за это идет борьба и за это кроме того что за свое существование сборется и украина она борется с той россией которая намерена ее из карт и из учебников вычеркнуть и никогда уже не допустить это серьезнейшая правда так вот эта борьба рано или поздно разумеется завершится я надеюсь что победой украины но европе сразу после этой победы придется решать труднейшие сложнейшие задачи поскольку старые институты старые международные организации а то и включая такие как нато они себя так исчерпали что будет очень трудно вернуться к своему предыдущему существованию скажем времен холодной войны или после нее очень трудно будет к этому вернуться поэтому парадоксально у крайне парадоксально проявлением непонимания смысла ведущейся войны являются заявления типа того которое позволил себе бывший бывший премьер италии берлускони который заявил что запад должен приложить все усилия чтобы заставить украину понять что она должна поддаться у россии она должна выполнить повторяю я цитирую почти с словом сло она должна выпали выполнить все требования россии а если не выполнить продолжал свою мысль берлускони то запад должен ее заставить сначала сильными экономическими санкциями потом разоружением а если она и это что типично для украинцев они вообще слегка плохо слышат вот такие увещевания не воспринимают их так вот если украинцы и после этого будут сопротивляться ну что придется военная сила их задавить придется выполнить дело путина которая живет и побеждает как известно вот что предлагает вот этот соглашательский запад совершенно не понимая что он говорит и что он делает и парадоксально что очень многие вчерашние бунтари которые не находили ничего хорошего в устройстве в эффективности европейских организаций евросоюз они бичевали и по заслугам здесь важно ведь понять что они бичевали его по заслугам но что же они сейчас хотя они хотят победы путина чтобы европа на своей территории вернулась на круги своя чтобы все было все так а как было до этого то есть чтобы можно было ее критиковать не сходя с дивана просиженного пролеженного дивана поскольку за это ничего не грозит понимаете сейчас представилась возможность навсегда переиграть перестроить европу поскольку это историческая задача которую ставит перед собой украина это не задача просто сохранить себя она предлагает миру совершенно новую из концепцию радикальную концепцию перестройки и перестройка этом интересах живого человека это живой человек это не забюрократизированные структуры это не иерархии которая существует и существовали и против которых мы так негодовали и боролись каждый в силу своих способностей и возможностей так вот эти люди вчерашние бунтари и вчерашняя популисты рядящиеся в правых эти люди хотят чтобы это европа вернулась вернулась на круги свои было опять прежней какой но смердящий труп чтобы это был опять смердящий труп они могли бы они могли бы что-то говорить о своем негодование вместо того чтобы сейчас когда представляется возможность все силы напрячь и добиться того чтобы украинский пример стал стал и для всей европы живым и действенным примером потому что украина представляет нам совершенно иную цивилизацию это трудно объяснить но это можно понять на украине нет фактически сейчас иерархической структуры зеленский не принимает локальных решений в решение включилась общество на самом-то деле идет борьба общества украинского против русской государственности против русского государства и от победы того или иного зависит все будущее или государство распространить себя жестко дисциплинарное иерархическое государство распространить себя на всю европу уже может быть отчасти готовую к этому или победит идея все-таки сетевого горизонтального государства где каждый проявляет свою инициативу каждый проявляет свою жизнь на украинцы кстати часто часто даже с некоторым я бы сказал с некоторой гипертрофии преувеличением говорят о том что какое счастье им все говорили вы не не провели реформ и не стали похожими на европу а украины счастье в том что она не провела реформ понимаете если бы она их провела нам сдалась перед лицом превосходящей силы буквально в первые же дни войны но она их не провела она борется не государственной структурой не иерархии а обществом живым обществом на украине иногда приводится пример его приводит примеры вот все боялись боялись что оружие распространится среди людей это же американская ваша полемика она идет что из-за избытка оружия происходит весь криминал но вот что интересно украине пришлось в рамках самообороны раздать все оружие которое имелось имелось на складах причем хорошие это оружие не пистолеты это автоматы пулеметы вам серьезное оружие и что же за три месяца войны криминал не то что упал он практически исчез люди предоставленные себе осознавшие себя как творцов истории сейчас сегодня готовы положить жизнь реальную свою человеческую вот за эту перспективу чтобы общество не было бюрократизировано и дисциплинировано чтобы она жила своей жизнью дышался в полную грудь это общество это общество не дает развиться криминалитету где даже фантастическое явление которого никто не мог ожидать у каждого сейчас на украине у каждого оружие в руках а криминала нет но кто-то там крадет может быть старой портянки белеву с белевой веревки но ведь не в этом дело убийств нет криминала насильственного нет это я беру щас черпы из украинских же источников и они сами это констатируют с изумлением я бы сказал так вот украина это реальный альтернативный проект к тому что нам всем порядком надоело на западе что мы хотели бы как говорится видеть в гробу давно украина дает шанс те кто из попусти популистических соображений часто представляясь как право и они очень правы они не видят этого шанса они не видят что сейчас можно поломать старую структуру вот эту смердящую вонючую иерархическую структуру когда какая-то вашингтонская перехожу на ваши термины бюрократия решает все в стране как учиться чему учиться и так далее вот это живая может быть каждую кажущейся хаотической это бро все в брауновском движении общество она это преодолевает мы сейчас это видим на украине она способна и защитить себя и как смешно звучат все все эти премудрости вроде генри киссинджера которые говорят но отдайте вы им что они хотят нужно зато же будет мир но мир же будет такого мира скажу я вам нам не надо нам не надо старого мира нам надо чтобы пришел новый мир живых людей который сегодня демонстрирует украина спасибо огромное фильм давайте мы сделаем небольшой перерыв после чего вернемся и продолжим возвращаемся в программу эфина фиштейна телефон в студии во-прежнему 847 4005 200 у меня есть несколько тем мне хотелось чтобы на них ну ваш комментарий по этим ем на у нас масса звонков что время время хорошо эти применки добрый день пожалуйста в эфире потому что они точно так же ведут себя боже более полувека по отношению к израиле они все время требуют от израиля сдаваться сдаваться и этому конца нет вот и так же не удивляю меня поведение киффинджер который предал не только вьетнамцы но и тот же израиль на просьбу голда меру о помощи во время войны судного дня он даже в помощи игнорировал если бы не александр хейт министр обороны то возможно сейчас израиль бы не был потому что он потребовала минусе потребовала быстро саживая безопасность сша и они оказали помощь израилью что и помогло им будет удержаться от арабской и в том числе и советской агрессии вот а у меня вот такой вопрос к вам скажите пожалуйста вот на посту хдс лидером германии канцлером был коль и как так получилось что на смену коля лидером партии стала к путинской комсомолка мельки она же была первым секретаром германской демократической республики а затем она легко сменила на посту канцлер германии другого скажем так откровенно другого сармика вебрежненько вот ваш рода спасибо ну тут с вами если позволите не могу не согласиться так это же как говорится ежу понятно разумеется европа всей своей массой я бы сказал всей своей тушкой давила на израиль с призывом как-то сдаться снация такое общее генеральное так сказать крышевое выражение но в смысле вы можете сдаваться чуть так чуть так в принципе территории за мир отдайте территории будет мир сегодня уже стыдно повторять украина кстати говоря в этом смысле твердо придерживается и именно ссылается на опыт израиля да не дадим мы ничего отвечает она вот этим разумникам которые уверяют что если отдаст территории то будет мир это как отдать суде 3 будет мир но был ли этот мир но через полгода уже вошла армия и установила протекторат да нет конечно нет конечно это это все мантра умирающего запада с этим кстати на это вполне серьезно рассчитывал путин и сейчас рассчитывает он в духе так и говорит себе да слаб этот запад ну продержится еще месяц но сдастся через два но он же сдастся у него же трудности какие-то будут а в чем будет проявляться это его сдача да в том что он сдаст украину прежде всего и решит что свое дело я уже сделал не могу же вечно сопротивляться тут примерно так думают они европейцы об израиле израиль у них как кость в горле именно потому что он не слушается он не слушается советов доброжелателей но просто не слушается он не понимает их и всякий раз когда здесь европейской печати возникали некие какие-то письма скажем письма трех бывших министров иностранных дел обращенные к израилю ну чтобы он так не упорствовал своим упорством он как бы подставляет неприятное зеркало европейцев они-то давно понимают что мир дороже чем какие-то территории особенно это замечательно говорить скажем в адрес израиля да у которого территории это звуки нос но они убеждают его отказаться от них потому что это принесет мир но что тут говорить мы друг друга с вами понимаем это самая зловредная самая злокачественная мысль вообще подозревать что отдачей территории или сдачи каких-то своих позиций мы добьемся мира мира мы можем добиться только силой своей силой самоуверенность уверенностью в себе это единственное средство и казалось что запад понимал этого времена черчилль но вот я повторюсь ту же мысль побеждает в результате чем berlin да дайте вы агрессору если он такой злой и такой сильный но так это конец запада понимаете потому что запад родился из совсем другой идеи из идеи греческих полисов из идеи фирма пил из идеи что нормально противостоять злу еще не сказано это только в руках господних кто из нас победит но даже проигрыш нас будет исторической победой потому что так формировался запад на этой мужественности на готовности глядеть в глаза смерти ради своей свободы понимаете даже не просто этим не корысти ради а это из-за свободы но за что же сейчас украина воюет она же воюет не за какие-то земли не за зерно и не за золото которое то она воюет за свободу свою это сейчас уже западным людям понять трудно а вот израиль это прекрасно понимает и сам себе сказал давным-давно извините наша судьба всегда будет в наших руках только мы мы гарантия нашей безопасности они вы которые всегда с удовольствием придадите нас так вот точно также сейчас пока во всяком случае думает и украина давайте попробуем следующий звонок давайте дальше давайте добрый день пожалуйста вы в эфире добрый день вот эти три европейских емона которых вы говорили если бы сейчас там платки пришли их противники германии но виталии тоже ничего бы не изменилось в отношении этой войны которая происходит лепен понятно она путинский друг меркель под хдс это тоже не враги путина скорее всего ну и италия понятно так вот почему вот эти союзы о которых даже макрон говорит новые союзы они ведь как как-то не создаются вот я помню в начале войны как-то говорили англия польша и украина ушло куда-то в небытие как вот эти вот другие страны также скандинавия голландия дания как начали не больше стороне вот сейчас они поддерживают уже францию германию или они больше поддерживают британию и почему эти союзы никак новые не могут создаться война то идет три месяца всего союзы не могут создаться не могут формализироваться они не могут принять окончательные формы и как союзы себя артикулировать для всего мира пока но но идет процесс он идет совершенно очевидно джонсон оказался только из-за того что он что он духовно потомок черчилля и кстати автор прекрасной биографии винстона черчилля так вот джонсон оказался европейцам парадоксально при всех и при все его и его склокоченности он оказался настоящим человеком запада того старого молодого вернее говоря сильного самоуверенного запада который в общем-то весь мир фактически своей энергией динамикой покорил так вот джонсон да но ведь что я хотел сказать три месяца идет война уже формируются подобного рода союза сейчас например буквально на дня буквально позавчера в киеве был польский президент дуда и это была встреча выходящая за рамки протокола какого-то официального это была встреча братских народов и страшно тут важно понять что эти народы были исторически достаточно разъединены достаточно враждовали друг с другом но все-таки близость там было и знаете какая близость вот этого как говорят украинцы пятого проекта для человечества это близость народа который не не признает иерархии польские вожди короли избирались сеймом всегда сеймом сеймом из аристократов дворян и так далее или вообще сильных мужей и и и украинские гетманы как вы знаете избирались на сечи избирались голосованием авторитетных мужиков авторитетных людей которые были скажем или хорошая хорошие там фермеры с хорошим хозяйством крепким или они были бойцы которые проявили себя в боях короче это были заслуженные люди и это было меритократическое общество которое признавало авторитет людей которые заслужили это вам не современный вашингтон понимаете короче польша сейчас сближается с украиной таким темпом что я не удивлюсь если через полгода пойдет речь о какой-то новой федерации о каком-то но более близком объединение этих двух государств кстати дуда находясь в киеве он сказал однозначно в адрес вот именно вас именно этого шольца этого соглашателя этого человека похожего на похожего на раздавленную ногой консерву сплющенного всего так вот он сказал германия ну проснись ты наконец ты не понимаешь куда тебя ведут ты будешь бросаться от одного от одной стенки к другой это ну короче он выразился достаточно однозначно так вот до этих организаций пока не видно совсем западная часть европейского союза типа бельгия и дания и прочих они по-разному относятся дело в том что мы находимся в процессе только в процессе сильного раздрая этой европы почему я говорю что она никогда не вернется выйти старая заезженная и всем противная форма она не вернется уже мне кажется она будет искать новых вариантов сейчас пока там разная ситуация бельгия чуть пассивнее идет форматы германии дания чуть активней и наоборот больше помогает украине парадоксальным образом то есть по-разному это но но процесс как говорил горбачев процесс пошел вы знаете если можно знаете алёк да 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 я я вас слушаю я вчера смотрел на bbc интервью сокура со стопенбургом и вот сокур задавал ему абсолютно жестко прямые вопросы и стопенбург на один этот прямой вопрос не ответил он не ответил на вопрос почему франция так себя мерзко ведет он говорит у франции 7000 бронированных машин ни одну машину они не поставили в украину он не ответил на прямой вопрос причем 100 причем сокур его задавал несколько раз перебивая стопенберга считаете ли вы путина военным преступником стопенбург не ответил уходит от ответа все время крутится и все что он говорит к чему приводит нас 30 стран надо поэтому мы должны все вместе согласовывать поэтому ни одна страна как бы проливали кирики но получается вот вы говорите что союза только это все надо все-таки понимать как я бы сказал советским термином как отрыжку старого мира столтенберг вы понимаете это типичное проявление старой европы это человек который вчера руководил там обувной промышленностью сегодня он руководит нато а завтра он переходит в систему страх компании что уже договоренно вы понимаете как может развиваться мысль номенклатурного чиновника разумеется он не скажет что путин военный преступник но разумеется не скажет за это же нужно ответственность нести трагедия то ведь как сейчас уже понимают не в том что нато продвигалась границам россии как это утверждает путин что трагедия не в этом трагедия в том что запад всякий раз отказывался нести полноту ответственности за свой сакральный проект за то что он предлагал миру и во что отчасти украина скажем по и поверил украина сегодня верит западу больше чем запад верит сам себе понимаете хотя и думают умные люди на украине понимают что запад это это и епархия столтенбергов надо чтобы пришли новые люди совершенно я надеюсь что может быть эта война растрясет все-таки этот старый мир так что придется ему искать новые формы спасибо спасибо вам ну вот еще пока нет звонков еще одна тема министр здравоохранения германии заявил о том что они заказали 40 тысяч доз вакцины от smallpacks но вот вы наверно слышали уже случай обезьянь и оспы антипокс да если дом антипокс ну нет они заказали вакцину старую вот то что было smallpacks называется она идет манки по манки пакс да ну то есть говорят что якобы это старая вакцина от оспа она эффективна не знаю насколько она эффективна ну и потихоньку уже то там случае эти то там случае это я тут слушал одного доктора я не помню где то ли по телевизору то ли в интернете где-то он говорит вообще на самом деле манки пакс вот этого вирус передается половым путем или очень близким контактам ну как-то условно он сказал очень близким как-то контактам так вот я не понимаю каким образом может такая массовая эпидемия вали причем первый случай там был в словении если я не ошибаюсь заразившийся вернулся с канарских островов во втором случае 25-летняя женщина вернулась в она из арабских эмиратов она вернулась из северной африки нет из западной африки вот и уже и у нас начинают по этому поводу поднимается так сказать вопросы и вас уже начинает 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 то есть готовят нас к очередному раунду вакцинации несомненно поскольку это ведь денежное дело хлебное дело новые и новые немощи как как 3 как старые тираны египетской казни египетские называются я хочу сказать что пока здесь в европе во всяком случае считают что болезнь распространяется главным образом да при длительном трении кожи об кожу как они говорят то есть не надо тереться нет прямого полового акта петтинга от без трения невозможен и говорят они что пока постигает это поражает скорее гомосексуальная пары ну него не знаю это принципе ведь один и тот же одна и та же схема население надо каким-то образом запугать так чтобы можно было удобно манипулировать страхи могут быть самые разные кстати я напомню что очень многие европе говорят что оставьте в покое путина потому что без него мы не справимся с климатическим кризисом вот ведь какая как бы по 2 подлость понимаете его надо оставить он уничтожает целый народ и кстати народ 40 миллионы просто уничтожает до последнего так вот такой замысел да а ему они говорят что он поможет им борьбе с глобальным потеплением борьбе с глобальным потеплением а без него не справятся было так еще одно но вы наверняка сли я не знаю следили наверное за тем что происходит в нашем суде даром специальный прокурор предъявлено обвинение адвокату засман который представлял интересы хиллари клинтон и избирательной компании робби мук давал робби мук это менеджер компании избирательной компании клинтон давал показания в суде и так спокойненько заявил что да вот эту дезинформацию которую засман протолкнул генеральному консулу фбр значит это было с разрешение из подачи госпожи клинтон то есть подделка адрес от самого начала один колоссальный фейк разработанный дотошно досконально и с большим участием фсб думаю что отдельные перипетии и и сюжетные повороты этого длительного большого фейка были разработаны в лабораториях фсб слишком все гладко а кристофер стил который ездил в москву ну как к себе домой так он получал от доверительных важных очень персон больших птиц в этом голубя однике он получал доверительную информацию а информацию эту потом распространял через через газеты это же парадокс который не знает аналогии эти газеты за если за расследовательскую деятельность получили пулицеровской премию и эту медаль пульсовской не они вернули когда стало ясно даже не извинились не извинились перед читателями скажем но не важно это это все это все повторяю это все я очень надеюсь на то что этому все таки будет конец после ноябрьских выборов если они вообще произойдут потому что замечательный генерал мили вместо того чтобы воевать на фронтах он подозреваю затевает некую войну с собственным населением вообще удивительно что вы слышали что-то об этом процессе потому что ни одно средство массовой информации вообще никак не отреагировал на эту бомбу на самом деле наши все молчат как как будто в рот воды набрали меня честно говоря в этой ситуации поражает я не такой знаток этих юридических тонкостей меня поражает во первых смелость специального прокурора даргэма который был назначен трампом и факт что он где-то сколько почти два года полтора года точно отмалчивался а потом ударил с необыкновенной силой он уже раскрыл несколько такого рода дел и как ни странно и не удается его снять я совершенно не понимаю этой ситуации почему они скажем не заявили что он давно отстранен от своих обязанностей не знаю этого но по моему продолжает смело ковать железо пока горячо и и ну в общем похоже что все таки засману предъявят обвинение возможно признают его виновным за ложные показания фбр возможно ему дадут там один год условно может быть лишат его лайсенса адвокатского в общем по рукам так что основание на основании его ложных показаний был проведен процесс импичмента абсолютно крайняя мера американской конституции крайняя мера он был проведен против президента как же понять сейчас это вообще надо было бы в таком случае судить тех кто проводил импичку к сожалению это еще раз подтверждает мысль о том что правосудие не для всех к сожалению страна которая раньше называлась землей закона стала землей человека и скажем представители одной партии 1 одной идеологии оказываются выше над законом когда скажем пелоси шумер и другие депутаты к нашего конгресса представители а говорили о том nobody above the law никто не может быть над законом это не к трампу апеллировали о трампе говорили но оказывается нет оказывается клинтон и шминтон и коми клеппер бреннан пелоси они могут быть над законом разумеет они могут быть над законом надо же так и вот иди рота не позволено но самое печальное заключается не в этом потому что но это понятно это самые прожженные самые отмороженные люди которые лишены намека на наличие совести которые прода дорвались до власти и ради этого готовы уничтожить всех и вся с этими все понятно но к сожалению печалька то основная заключается в том я смотрю на некоторые дискуссии которые разворачиваются в соцсетях и еще огромное количество полезных идиотов и вагиноголовых по-прежнему уверены что трамп является так сказать агентом кремля несмотря ни на что несмотря на все разоблачения не на что на решение судов на на суды догнари не на они по-прежнему считают что трамп является агентом кремля и это массово то есть народ у меня такое впечатление что в принципе средства массовой информации которые четыре года полоскали мозги они воздействуют на подкорку этого не окрепшего мозгами населения а то есть они даже не понимают что на них воздействовали что это у них подсознание уже засела то есть если бы они рассуждали ну просто используя здравый смысл как бы они пришли к выводу что да действительно наверное вот как-то факты не клеится нет вот за них работает подсознание то есть средства массовой информации влияют на подсознание но это связано с тем что в америке 30 лет назад систему образования заменили на систему промывания мозгов поэтому в мозге и мозгах человеческие вместо того чтобы прибавлялась извилина их количество сокращалось такого человека просто или проще обработать так что все связано со всеми нужно возвращаться к той ситуации когда еще университетами университета не захватила вот это леволиберальная интеллигенция а вот какая-то какая-то часть родителей начинает это понимать и пытается этому противостоять ну то есть они понимают что что-то не так что вот то что сейчас делается в школах это неправильно это действительно промывание мозгов это не образование они пытаются этому противостоять но им пытается противостоять государственная машина фбр создает специальный отдел и мема выпускает где родители которые на соседании с школьных советов так сказать задают вопросы они являются никем иным как местными террористами внутренними террористами и при этом и при эти же люди критикуют так сказать систему кгб фсб и так далее это те же методы используются запугать заглушить задавить все прекрасно описал главный пророк нашего века чертеж порва все это он предвидел и фильм огромное спасибо информацию которую вы с нами делитесь бесценно но для тех кто кого интересует вообще то что происходит в мире поскольку у нас тут своих проблем хватает каждый день все новые и новые и интересно так сказать для того чтобы для познания а вы нас информируете о том что происходит в старушке европе спасибо большое спасибо за приглашение до встречи в следующий раз спасибо огромное будьте для